всем привет это финский патрон 762 на 53 с 276 с зажигательной пулей с фосфором времен второй мировой войны вот этот вот желтый окрас на поле он оригинальный это не реставрация на всякий случай чтобы никто не перепутал хотя перепутать сложно у нас был тоже 72 на 54 с желтым окрасом вершинки пули с пулей d тяжелый дальнобойный но тут внутри пули нет никакого фосфора тут просто свинцовый сердечник и на пули тут нет никакого колпачка так что не перепутаете вот эта пуля она находится финской гильзе но гильза другого года выпуска а вообще исторически они были вот в таких гильзах 1940 года с клеймом впт-40 других вроде никто не видел на этой пули нет никаких запаянных отверстий то есть это не дымный трассер как мы рассматривали в одном из прошлых роликов когда она летела она не дымила это просто пуля с зажигательным действием с донышка пули тут оболочка то есть пуля собиралась спереди это оболочка доходит примерно вот до этого места а сверху на оболочку одет вот этот вот желтого цвета колпачок который доходит вот до этого места где стык вот в этой части пули внутри свинцовый сердечник вот здесь белый фосфор а вершинка пули говорят что пустотелая причем в свинцовом сердечнике вот тут со стороны фосфора есть углубление наверное для того чтобы в пулю размещалась больше фосфора оболочка пули тампаковая она не магнитится пуля вместе с фосфором весит 9,42 грамма а вторая у меня их 2 9,53 грамма по диаметру они обе 7,9 миллиметра в длину 1 34,3 миллиметра другая 34,6 миллиметра но они старые по моему у них просто немножко притуплен носик с донышка пули вот такие вот тут есть какая-то приплюснутость а эта пуля кажется более округлой хотя нет тут тоже есть небольшая приплюснутость по серединке вообще считается что чем выше температура окружающей среды тем больше шанс что белый фосфор от контакта с воздухом будет не просто дымить а сама воспламениться от выстрела температура пули соответственно повышается давайте попробуем травмировать одну пулю здесь или здесь посмотрим будет ли она дымить от этого или нет а 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 Появились сиски. Вот, пила уже дымится. Сейчас, одну секундочку, я уменьшу. Извините, что трясется. Представьте, что вы это делаете дома. Вот, огонь. Мой айфон, мой айфон. Ну что, позволим пули сгореть. Я ничего не жёг. Вы всё видите сами. Ах, эта пуля стоила... Ладно, не буду говорить. Пуля достаточно сильно дымит. Видите, она всё ещё горит. Извините, что это видео трясётся, но по-другому не получается. Ну, я думаю, всё, уже прогорело. Так что дома не пилите. Тут что-то белое в этот раз. Достаточно долго дымила эта пуля. Вот, я её травмирую, и опять пошёл дым. Дымок. То есть, там ещё есть какие-то остаточные... остаточные явления. Это у вас в коллекции такое может быть. Ну, ладно, мне кажется, хватит. Ну, ладно, ладно. Ну, ладно. Я твой ремонт не покинулся. Вот, ладно. Ну, ладно. Да. Ну, ладно. Да, ладно. Ну, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это распил пулей без колпачка. Колпачок лежит отдельно, он очень тонкостенный, и он, соответственно, доходил вот до этого места. Вот эта вот полость в свинцовом сердечнике, где тоже был фосфор, и она доходит примерно до верхней границы каннелюры. То есть вот тут у нас каннелюра. Вот в этой части оболочка самая толстостенная. Когда я снял колпачок с этой пулей, я дал этим деталям полежать, наверное, часа четыре. Потом взял в руки колпачок, там внутри была эта белёсость, я её ковырнул, и он снова воспламенился. Ненадолго, но всё равно воспламенился. То есть вот эта белёсость, она как-то обволакивает фосфор, затрудняет его контакт с воздухом, и он временно прекращает гореть. А если эти вещества снова потревожить, они снова начинают гореть. То есть, в общем, гадость редкостная. Кстати, эта пуля пахнет чем-то очень неприятным, с близкого расстояния. Я не знаю, даже есть какие-то нотки рыбных отходов, может быть, с небольшой тухлятинкой. Мне кажется, то, что такая вот пуля с фосфором, она значительно лучше может инициировать пожар, чем бронебойно-зажигательные пули или просто зажигательные с пиротехническими составами. Мы с вами видели, что они воспламеняются очень быстро, быстро прогорают, и они скорее для воспламенения топлива. А вот этот вот фосфор, он может прилипнуть к поверхности, гореть там десятки секунд и поджечь очень много всего. Фосфор ядовит, причем он ядовит не только фактически, но и в правовом смысле. Существует постановление правительства 964 об утверждении перечней, в соответствии с которым белый и желтый фосфор являются ядовитыми веществами. И существует 234 статья Уголовного кодекса, запрещающая сбыт, соответственно, белого и желтого фосфора и любые другие действия с умыслом на сбыт. То есть, там, приобретение с целью сбыта, хранение с целью сбыта и так далее. Поэтому не осуществляйте никаких действий, которые перечислены в этой статье. Не нужно провоцировать других людей продать, если они не продавали. Не нужно советовать, где можно купить. Не нужно посредничать при покупке. Не нужно осуществлять любые другие действия, которые могут привести к соучастию. Это ни в коем случае не правовая консультация. Вы сами оцениваете свои риски. Я просто обратил внимание, что они есть. Помимо этого патрона, который мы с вами сегодня рассмотрели, у Филов во времена Второй мировой войны существовали и другие 762-мм патроны с пулями специального назначения. Например, существовал вот этот вот бронебой Д-277 с синей вершинкой пули. С донышка пуля вот такая, как на этом фото. Существовал бронебойный СЕ-770 с французской пулей. Она конструктивно похожа на бронебойный Лебель. Существовал патрон с итальянской пулей. Кажется, бронебойный зажигательный. Существовали патроны с трассирующими пулями. Если мне попадутся какие-нибудь интересные разновидности живьем, я вам о них обязательно расскажу. А на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok